Военные подземные сооружения бывшей Югославии. 11 марта 2019 года. bmpd.livejournal.com Военные подземные сооружения бывшей Югославии. На веб-ресурсе «Путеводитель по Сербии» опубликован небезынтересный обширный материал по следам подземных военных сооружений Югославии с обзором циклопического строительства массы подземных защищенных военных объектов в бывшей социалистической Югославии, включая историю и современное состояние подземных сооружений в бывших Югославских республиках. Югославское защищенное скальное укрытие для кораблей. Солен. Построенное близ Плочи, Хорватия. В районе Плочи были сооружены три таких укрытия с названиями. Дюба, Брайджестер и Солен, С. Сербионлайн.ру Руководство социалистической Югославии вкладывало средства во все, что могло быть доказательством мощи, силы, размера и независимости своей страны. Сегодня остатки различных фортификационных и других сооружений разбросаны по странам бывшей СФРЮ. В последние годы интерес к ним значительно вырос. Многие страны переживают настоящий бум по их изучению и использованию в туристических и просветительских целях. На территории Сербии подземные сооружения начали строить еще в среднее веко. Подземные тоннели связывали отдельные бастионы в Белградской крепости, вели внутрь городских стен из подземных пещер Ташмайдана. Кроме сербов их создавали и расширяли в разные времена турки, австрийцы, немцы и другие завоеватели. В Королевстве Югославия, готовясь к грядущей мировой войне, строили подземные объекты в Ханпийске, современная Босния и Герцеговина, в Мали-Зворнике, Сербии, а также в горе Строжевица, недалеко от Белграда, городской район Раковица. Во время Второй мировой войны немцы превратили пещеры Ташмайдана в подземный командный центр для Балкан, где располагался штаб командования Юго-Восток Вермахта. Они расширили подземные пещеры и связали их сетью тоннелей, превратив в настоящий подземный город с собственным энергоснабжением и телеграфно-телефонным центром. Гарнизон в 2000 солдат мог продержаться 6 месяцев без связи с внешним миром. Отступая из Белграда, немцы заминировали входы в командный центр. Из семи существовавших входов, теперь действует лишь один остальный и завалены, либо до сих пор заминированы. Во время Холодной войны бывший командный центр приспособлен для использования как бомбоубежище. Теперь городские власти намерены сделать из заброшенных тоннелей туристические маршруты для туристов. В социалистической Югославии строительство подземных объектов получило небывалый размах. В 1960 ЕГГ. Югославские военные были буквально одержимы идеей строительства подземных объектов, способных выдержать атомный удар. Они полагали, что сокрытие под землей военного потенциала остается эффективным ответом на технологии разведки и преимущества в вооружениях потенциальных противников в будущей войне. По имеющейся информации от военных экспертов, можно с уверенностью утверждать, что бывшая Югославия в рамках своего военного потенциала имела около 40 военных объектов, имеющих стратегическое значение. Были построены командные пункты родов войск, подземные авиабазы, подземные укрытия для размещения самолетов баз ВВС, имеющих наземные ВВП, скальные укрытия и туннели в прибрежных скалах для размещения в них подводных лодок и катеров, подземные заводы по выпуску военной техники и оружия, укрытия для руководства союзных республик. Самая известная и самая большая в Европе была военно-воздушная база Жилява близ города Бехач, объект 505, подземная база Клег. Готовясь к предстоящим боевым действиям и даже к возможной атомной войне, верховный главнокомандующий маршал Тита поставил задачу перед военными построить сеть секретных объектов подземных аэродромов, атомных убежищ, подземных гаваней для подводных лодок, подземных заводов для производства оружия и боеприпасов, командных центров для высшего военного командования Югославской народной армии. В своей книге «Югославский генерал-майор в отставке и публицист Марин Ф. Кранцатомный бункер Тита», изданная в Мориборе, Словения, в 2014 году, дает список подземных сооружений СФРЮ. В Сербии их было семь, в Хорватии шесть, в Боснии и Герцеговине пять, в Словении и Черногории по три, и два в Македонии. На Адриатическом побережье бывшей Югославии, включая острова, было оборудовано 15 бункеров для субмарин и примерно столько же замаскированных причалов для нужд военно-морского флота. На строительство военных подземных сооружений по данным сегодняшней балканской прессы потрачено 90 миллиардов долларов огромная сумма, в основном кредиты, полученные от США. Но это не все объекты, построенные для нужд юна на территории Югославии. Бажидар Делич, генерал-полковник сербской армии в отставке говорит, что на территории бывшей Югославии находится достаточно много неизвестных для широкой публики, никаких цифр он не привел, подземных сооружений, закрытых для посещения. Так, в Сербии, между городами Прибой и Приополье, в горах находится огромный подземный комплекс, на строительство которого были затрачены большие денежные средства, но который никогда не был в эксплуатации. В деле строительства подземных объектов Югославия получила бесценный опыт, который пользовался большим спросом. Некоторые страны-члены движения «Неприсоединение», в котором Югославия занимала одну из ведущих позиций, заказывали у югославских строительных фирм по стройку подобных объектов. Для Саддама Хусейна, царя Эфиопии Хайле-Селасии и полковника Каддафи югославские специалисты построили в общей сложности 15-20 подземных командных центров. В Ираке и Ливии в начале 21 века они показали себя неуязвимыми для бомбардировок из воздуха, их пришлось штурмовать группами спецназа. Подземный бункер Саддама Хусейна под его президентским дворцом в Багдаде, спроектированный и построенный югославскими специалистами, был выполнен в виде многоэтажных бункеров глубиной до 50 метров под наземными объектами. В марте 2003 стены этого бункера выдержали прямое попадание ракет «Тамагавк». В этом материале мы расскажем об истории и дальнейшей судьбе подземных сооружений в республиках бывшей Югославии. Мы не ставили перед собой задачу составить полный список таких объектов, потому что на сегодняшний день это просто нереально. После распада Югославии одни из них были заброшены и разграблены, другие в результате гражданской войны и бомбардировок НАТО разрушены, другие объекты находятся в ведении Вооруженных сил бывших союзных республик и продолжают выполнять свои функциональные задачи. Некоторые объекты получили вторую жизнь, став туристическими аттракционами, художественными галереями, подземными хранилищами для вина и плантациями для разведения грибов. Есть и такие объекты, строительство которых было остановлено по разным причинам, и они так и остались недостроенными. Читать материал полностью. Право на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com Материал размещен правообладателем в открытом доступе.